Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. О чем хотите побеседовать? Ну, разговариваю обычно об отношениях стран, мои собеседники. О чем хотите побеседовать? Иногда зацепляю экономику, иногда профанный взгляд на историю. Ну, сейчас никаких отношений нет, идет война между двумя странами. Это тоже, это такие же отношения, только это называется войной. Это есть отношения. Вражеские отношения. Идет война. Пусть будет так. У меня вопрос такой. Да, идет война между двумя государствами. Вопрос такой, кто виноват? Россия или Украина в этом? Да, наверное, раз договориться не смогли. А в чем вина Украины? Каждый преследователь. Ну, не выполнен же Минский. Подождите, вы напали на нас в 2014 году. Вообще его устроилась, и Украина выполнена в Минске. Причем, подождите, подождите, кстати, интересно, не подскажете мне по поводу Минских, где-то есть документ, что Украина не выполняет? Я, допустим, знаю большое количество документов, где рассказывается о том, что Россия не выполняет. И ее призывают. А где-то есть документ, что Украина выполняет? А где-то есть документ? А где-то есть документ, что Украина выполняет? Подождите, если вы выполняете правила дорожного движения... Документ должен быть. Вот я вам объясняю. Если вы правила дорожного движения выполняете, у вас есть документ, что вы выполняете правила дорожного движения? У тебя есть документ, что ты не выполняешь правила дорожного движения? А вы, что? Когда человек выполняет Минские соглашения, он должен получить какую-то бумагу, что ты выполняешь Минские соглашения? Нет. Вот так же и с Украиной. Мы не должны получить бумагу, что мы выполняем. Если бы мы не выполняли, тогда бы мы получили штраф. Давайте, аргументируйте. А я не говорю, что вы... Во-первых, штраф выписываешь, когда ты нарушил правила дорожного движения, а никогда не выполняешь. Так вот вы нарушили Минские договоренности и вам выписали санкции, штрафы. Покажите мне штраф, где Украина не выполняет. Расскажи мне хоть одну санкцию. Назови мне хоть одну санкцию, где указано, что она выписана за невыполнение Минских соглашений. Элементарно. Хоть одну санкцию. Давай. Сейчас. Санкции на Россию за невыконание Минских угод. Перевожу сразу на русский, чтобы вы понимали. Евросоюз продолжил санкции против России за невыполнение Минских соглашений. Это 2020 год. Международные санкции... Не надо общие, конкретно, какую санкцию ввели. Нет ни одной санкции, где бы было сказано, что мы вводим санкции за невыполнение Минских. Нет ни одной. ЕС продолжил санкции. Россия отказывается выполнять требования. Санкции запроваджения, введенные ЕС против России, вторгнение, продолжил санкции, санкции против за невыполнение Минских, 2020 год. Санкции против РФ не снимаются из-за невыполнения Минских соглашений. В связи с невыполнением условий Минских соглашений на Донбассе, Европейский Союз решил продолжить еще на полгода секторальные экономические санкции против России. Вот так вот. То есть, есть секторальные санкции. Заходим на сайт ЕС. Сайт ЕС. Секторальные санкции про долг. Да, а как же. Официальные сайты ЕС. Санкции против России за невыполнение Минских. Гаджет. РБК РУ. Берем гаджет. Форбс РУ. Так при чем тут РБК РУ, блин? Так при чем? Да давай, РБК РУ. Давай, я сейчас набираю. РБК РУ. Евросоюз продлил санкции против России за Украину. Санкции Европейского Союза. Санкции ЕС. Если единственный санкции в следующем году. Так, выбираем Россию. С 2015 года санкции продлеваются каждые полгода. Глава Евросоюза Шарм Мишель заявил, что Брюссель будет продолжать требовать от Москвы выполнения Минских соглашений. Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе. Об этом сообщил председатель Евросоюза Шарм Мишель в Твиттер. Мы продлили наши экономические санкции против России. Москва должна внести свой вклад и обеспечить полное выполнение Минских соглашений. Ой, это заявление топ-чиновника ЕС. Нет? Николай. Заявления нету ни одной санкции официально, где было сказано Минские соглашения. Нету. 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 Это то, что он говорит о санкции. Список санкций за Минские соглашения. Какие санкции были введены против России в 2014 году? Санкции против Сбербанка, Банк ВТБ, Газпромбанка, Мнешэкономбанка, Россельхозбанка. Также ввел эмбарго на импорт и экспорт оружия в России, запретный на экспорт товаров двойного предназначения и технологий для военного использования в России или российским конечным военным пользователям. Ой. В этих санкциях нигде не сказано Минские. Ну, в этих санкциях... Ты тупой. Я уже тебе список санкций, введенных против России за Минские соглашения. Вот это даже вот так написал. Вот оно. Даже в вашей Википедии. Санкции в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе. Ограничительные политические и экономические меры, введенные в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации в Украине, а также ответным действиям России. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, потом к ним присоединился страны Евросоюза. Тебе уже специально тугому говорится о том, что из-за нарушений Минских, из-за агрессии России... Дословно тебе уже, уже даже, ты спросил, какие санкции, я тебе уже сказал. Эмбарго на то, санкции против того банка, против того банка, против того банка. Ты тугой. Еще раз говорю, я тебе еще раз говорю, где то дословно, ты тупой. Где там написано Минские соглашения? Нет. Повторяю. Сейчас. Элементарно. Так, 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 так. В связи с торжением на Украину. Так. Обновил санкции против компании СРФ за невыполнение Минских соглашений. Эти санкции введены в ответ на дестабилизирующие действия. Блин, ну, насколько ты тупой, ты даже не умеешь пользоваться Гуглом, либо своим Яндексом, да? Ну, тут же вот, санкции против России за невыполнение. Ну, и у тебя тут вываливается огромное количество статей. ЕС продлил. ЕС продлил. Окей. Так. Совет Европейского Союза продлил до 31 января 2018 года экономические санкции в отношении России за невыполнение Минских договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европейского Союза. Европейского Союза продлил санкции против России за невыполнение Минских соглашений. Или санкции против России за невыполнение Минских. И оно тебе вывалит огромное количество информации. Что-то нету такого. Я тебе показываю. Я тебе, придурок, показываю, читаю уже неоднократно. Это все. 19 марта 2015 года Европейский Союз решил связать продолжительность действия этих санкций с полным выполнением Минских соглашений, которое предусматривалось на 31 декабря 2015 года. Учитывая, что в этот срок не был соблюден и Минские соглашения до сих пор полностью не реализованы, Совет ЕС продлил санкции. Это вам... Ну нету такого. Нахуй ты мне читаешь какие-то... Я тебе говорю, дай. Это заявление глав Евросоюза, официальных лиц. Что тебе дать? Я могу тебе только в рыло дать. Иди нахер. Приветствую. Как у вас дела? Как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. В смысле не дождетесь? Ну, в прямом, не дождетесь. А что я плохого... А что я плохого ответил? А что я плохого ответил? Нет, это принято. Это принято человечеством. Либо не будет хорошо, либо не знаю. Что я плохого вам сказал-то? А с чего я плохого ответил? Я еще не быковал. Если бы я быковал, то поверь мне... Тебе бы не понравилось. Вот ты сейчас начал быковать. Бык ты-то лалайский. Закрыл хавала и спокойно разговаривает. Если ты хочешь нормально разговаривать, давай нормально разговаривать. Скажи, ты бандеровец или нет? Бандеровец или нет? Ты просто скажи, что ты... 70 лет нет уже бандеры, а у россиян жопа от него горит. Да. Ой, вот ты знаешь что? Ты такая мразь. Я бы тебе, блядь, тебе бы рассказал сейчас одну вещь такую, русскую поговорку. Рассказатель. Всем отмели один раз отрезать. Рассказатель. И вот вы выбрали, блядь, президента, блядь, своего, долбоящера, блядь. Который, блядь, кроме КВНа, нахуй, нигде не выступал. Вы ебаные. Лучше выбрать президентом КВНщика, чем международного преступника. Вы не ваше мозги. Ты, тупорылый. Я тебе объясняю. Лучше выбрать КВНщика, чем международного преступника. Пойся, я объясняю. Твой президент, которого ты выбрал недавно, это международный преступник. На него есть ордер на арест. Я своего президента выбрал и всегда буду. У меня демократия. Ну, не как у вас. Это вы взяли клоуна, блядь. У вас демократия. Вы выбираете международного преступника, и он у вас сидит царем уже 20 лет. Мы за это время поменяли ни одного президента. А у него уже пылает. У нас мозгов ноль, блядь. Ты, кстати, мне можешь рассказать, кто такие бандеровцы? Бандеровцы, это те, кто принижали украинцев, именно украинцев, Россию и евреев. Когда сжигали их, нахуй, живьем нахуй. Холокост. Давай скажем, Холокост. Ты сейчас думаешь, что это только... Есть короче дело? Думаю, хуя. Я в шоке. Вот ваша хуйня там. Вот это ебаная... В Израиле есть такой... Прикрой ротик и послушай. Потому что ты такую херню несешь. В Израиле есть музей национальной памяти. Так вот, в этом музее национальной памяти мои знакомые задавали вопрос, писали запрос, и им ответили официально, что их музей национальной памяти, в котором хранится информация как о преступниках против Израиля, так и про людей, которые называются людьми мира, как-то так. Так вот, у них претензий к Бандере нет. По одной простой причине. Потому что твой, то, что ты несешь, это полнейшая ахинея.